Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствую вас на своем первом уроке курса по программе Photoshop. Необходимость создания такого курса обусловлена тем, что многие из посетителей моего канала не являются активными пользователями программы Photoshop и в связи с этим часто возникают вопросы по поводу базового функционала или инструментов программы. Подобного типа вопроса приходит ко мне не только в комментариях на самом канале, но и в социальных сетях и по почте. Поэтому мною было принято решение создать такой курс и при возникновении тех или иных вопросов в программе Photoshop давать вам подсказку в виде ссылок на тот или иной урок курса, где будет находиться ответ на ваш вопрос. И вторая цель создания данного курса – дать возможность любому желающему освоить Photoshop совершенно бесплатно и по всему диапазону возможностей программы. Курс будет не короткий, он будет достаточно объемный. Поэтому в добрый путь! Первый урок я начну с вариантов установки программы. Я напрочь отметаю возможность установки пиратских или ломаных версий программы, так как лично для меня это связано с массой неудобств. Ну, например, в версии программы Photoshop 2021 появились нейронные фильтры. Очень интересное и полезное явление в программе. Так вот, эта технология работает только на официальных версиях программы. Тем более, официальная стоимость Photoshop в месяц стоит чуть дороже двух чашек капучино. Я не думаю, что такая цена больно ударит по карману. Тем более, приобретая официальную версию, вы можете установить Photoshop на два компьютера. Сейчас я нахожусь в своем аккаунте сайта adopt.com. Там необходимо зарегистрироваться, чтобы мы просто посмотрели те цены, которые здесь существуют. Потом мы вместе с вами уже в другом браузере пройдем путь по регистрации на этом сайте. И, соответственно, я вам покажу, как все это делается. Соответственно, это только для тех, кто первый раз этим занимается. У кого же Photoshop установлен, естественно, вы можете этот урок пропускать. Итак, смотрите, видите, работа с фотографиями, набор программ, то есть определенный план, куда входит Lightroom и сам Photoshop, стоит всего лишь навсего без двух рублей, 600 рублей в месяц. Согласитесь, это не такая цена большая, на которую можно было бы как-то запасть. Вот, смотрите, нажимаю подробнее, что входит в этот пакет. Сам Photoshop, Lightroom и Lightroom Classic. Ну, продвинутые пользователи, кто работает с программами Lightroom и Lightroom Classic, они, в принципе, качество и возможности этих программ знают. Ну, как бы мы-то будем изучать Photoshop, но коль уже нам, в принципе, поставляется в этом пакете еще две программы, плюс в облачное хранилище нам предоставляется, да, почему бы этим предложением не воспользоваться. И видите, на год помеченная оплата у нас 598 рублей. Вот. Ну, и если вам нужен только Photoshop, то вот этот план как раз для вас будет оптимальным. Соответственно, если вдруг вам необходимы, конечно, какие-то другие программы будут, ну, например, иллюстратор, или еще что-то, или еще что-то, да, то в этом случае лучше вам приобрести вот этот пакет полностью. Ну, тот пакет, который у меня стоит, это 2418 рублей. Эта же сумма, в принципе, более серьезная, да, ну, для многих может показаться. Но вот в связи с необходимостью я вот пользуюсь именно этим пакетом. Я плачу вот эту сумму, и, соответственно, у меня стоит весь пакет. Если я зайду в подробнее, посмотрю, вот видите, включает Photoshop, иллюстратор, индизайн и так далее. Ну, и, естественно, я не пользуюсь абсолютно всеми программами, но я активно пользуюсь Photoshop, например, иллюстратор, Lightroom, Acrobat Pro, потом Dreamweaver, Premiere Pro и так далее, да. Ну, если бы я их по отдельным покупал, то, соответственно, это было бы очень дорого. Вот. Ну, я уже сказал, что я напрочь отметаю возможность установки у себя версии, которые были бы пиратскими. Итак, как нам, значит, воспользоваться данным предложением? Надо на данном сайте сначала зарегистрироваться. Давайте зайду в другой браузер. Это для тех, кто первый раз этим занимается. И указываю непосредственно сайт adobe.com. Вот, видите? И нажимаю Enter. Соответственно, меня сразу направляют на этот сайт. И все, что нам нужно здесь сделать, в первую очередь, это нажать на эту кнопку «Перейти к сайту для России». Вот, здесь будет все на русском языке, все понятно. Щелкаем сюда. И оказываюсь здесь, да. Здесь уже какие-то у нас имеются описания, преимущества пакетов, описания программ. Вы можете даже еще, не зарегистрировавшись на этом, собственно говоря, сайте, ознакомиться со всеми преимуществами, которые вы здесь можете получить. Но приобрести, вот, купить, вы сможете только после регистрации. Даже если вы нажмете кнопочку «Купить», оно у вас погонит в регистрацию. Так что лучше вот сюда вот нажать, на первый вход, да? Вот, и здесь можете, конечно, зайти такой-то учетной записью из предложенных вам сайтов, но я, то есть через Facebook, через Google, либо с Apple, ну, лучше предлагаю создать учетную запись. Вот, здесь мы указываем адрес электронной почты. Вот, я здесь его скопировал. И, например, пишу здесь, собственно говоря, имя. Вот, можно на английском языке писать. Вот. Так, и придумаем какой-нибудь пароль. Вот, я его придумал. В принципе, он не такой сложный. Тут, когда вы пароль создаете, у вас будут указаны необходимые требования, которые вы выполнили, или которые не выполнили, да? Ну, и можете указать день рождения. Пускай это будет какой-то вот такой вот. И год, например, ну, вот так вот, да? Россия. И свяжитесь со мной по электронной почте. Можно тоже поставить. И все. В принципе, здесь все уже очень легко и просто. Создать учетную запись. Нажимаем сюда. Так, учетная запись создается, уже создана. Можно использовать пароль, менеджер паролей. Вот, сохранить. И все, смотрите. Видите, при появлении вот такого значка, значка у вас, видите, посмотрите учетную запись, вы заходите сюда, ну, вы уже, в принципе, получается, что вы зашли на свой сайт, вернее, в свой личный кабинет. И, соответственно, можете выбирать свой план. Ну, вот здесь, прям на главной странице вашего аккаунта и указано, вот, творчество и дизайн, да? Найдите план, который подает именно вам. Вы сюда щелкаете. Творчество и дизайн. И как раз творчество и дизайн – это то, что опять надо перейти к сайту для России. Видите, при каждом шаге он нас это просит делать, да? Вот, и здесь вы уже можете опять, снова творчество и дизайн, вы щелкаете, да? И смотрите, что здесь имеется. Кстати, вы можете попробовать бесплатно программу установить, да? Но через неделю она у вас денег потребует снова, да? Поэтому, ну, можете попробовать, конечно, да? Но лучше всего сразу поставить, наверное, да? Вот, творчество и дизайн. Я щелкаю вот по этому пункту, да? И смотрите, здесь, вот видите, вот если вы выберете непосредственно фотографы, да? Это как раз тот пакет за почти 600 рублей, да? Куда входит Photoshop и Lightroom. Сюда щелкаете. И, соответственно, так, здесь попробовать бесплатно, сравнить планы. И вот нажимаете купить. Вот, щелкаете сюда на эту кнопочку, да? Ну, здесь шаги уже довольно-таки понятные. Будут вам, да? В принципе, как пользоваться любым интернет-магазином, вы все, наверное, знаете. И вот, перейти к оплате. Видите, 598 рублей. Щелкаете сюда. Я, конечно же, оплату проводить не буду, потому что у меня уже все приобретено и установлено. Вот. И, собственно говоря, вот, вы указываете кредитную дебетовую карту. Здесь все понятно. Разместить безопасный заказ. И у вас будет списываться вот эта сумма. Хочу сразу предупредить еще вот о какой интересной вещи, да? Вот, например, давайте я снова в свой аккаунт зайду. То есть, прежде чем я в свой аккаунт зайду, смотрите, вы выбираете, например, ежемесячный или годовой план, неважно, да? Но у вас ежемесячный, при ежемесячном плане будет ежемесячная эта сумма списываться, да? Вот. Вдруг через полгода там, либо через два, либо через три месяца, вы захотите, ну, вам отпадет необходимость использования этой программы, да? Так вот, отписаться будет не то, что проблематично. Давайте я вам покажу, как. Смотрите. Вот, например, я нахожусь в своем аккаунте, где у меня все приобретено и так далее. Давайте мы посмотрим мою учетную запись, да? Так, сейчас я зайду сюда. И здесь, в случае, в случае, если я захочу избавиться, ну, то есть, приостановить списывание финансовых средств и пользование приложениями, да? Ну, то есть, я хочу доактивировать. То в этом случае вам необходимо будет связаться со службой поддержки, которая здесь работает на английском языке. То есть, здесь нет кнопочки отказаться от подписки и все. Нужно обязательно будет связаться, по-английски что-то написать, я отказываюсь и так далее. Это связано тоже с определенными трудностями. Поэтому я хочу сказать, что если вы по карте будете покупать, то лучше, ну, завести какую-нибудь там, ну, виртуальную карту либо какую-то карту, ну, например, запасную, где у вас будет какая-то определенная сумма денег, что если вдруг вы захотите завершить работу с набором данных приложений, вы просто карты с деньги сняли, и автоматически у вас не будет ничего продолжаться. Это находится вот здесь. Вот видите, находится здесь такой пункт меню в вашем аккаунте, называется «Планы». Мы сюда заходим, и вот, например, «Управлять планом». Это подписка Adobe местным способом оплаты. Возможно, некоторые платежные данные будут недоступны на этом сайте. «Управлять планом». Щелкаем сюда, и вот смотрите. Критив Клауд. Отменить план, изменить план. Управлять платежами. Вот смотрите, я нажимаю «Отменить план». Свяжитесь со службой поддержки, чтобы внести изменения в свой план. Закрываем. Видите, то есть, отменить я его могу только через службу поддержки. Либо «Изменить план» такая же будет история. Свяжитесь со службой поддержки. Поэтому, ну, понятно, да, в чем здесь, как сказать, вот эти вот трудности, которые, ну, не то что смущают, но которые надо учитывать. Есть здесь также справка, которая, вот, переизменить план, да. И опять мы попадаем на англоязычный вариант справки, да, которую надо либо переводить, либо так, на русский язык перевести, да. Вот, либо так, либо эдак, чтобы понять, как это все работает. Поэтому, если вы решаетесь на работу с официальным ресурсом программы Adobe Photoshop, вы вот эти вот все нюансы, которые я, о которых я вам рассказал, вы имейте, пожалуйста, в виду. Ну, соответственно, если вы работаете, ну, или планируете на долгосрочной основе работать с программой Photoshop, то, в принципе, я думаю, что беспокоиться об этом не стоит. Программа прекрасная для графических дизайнеров, для фотографов, да для кого угодно. Поэтому пользуйтесь. Ну, и, соответственно, самое главное, после того, как вы все оплатите, вам будет доступна ссылка на скачивание программы. И у вас скачается не сам Photoshop, понимается, вот, либо Lightroom, у вас скачается вот это приложение Creative Cloud, которое вы установите, и оно будет выглядеть следующим образом. Сейчас я вам покажу, как. Вот так вот будет выглядеть Adobe Creative Cloud. Я просто в отдельную папку его поместил, для того, чтобы вы весь бардак на моем рабочем столе не видели, да. Вы вот ее запускаете, и отсюда вы можете управлять, собственно говоря, всеми приложениями, которые, значит, в этот пакет входят. Ну, если вы купили только Photoshop и Lightroom, у вас будет только Photoshop, Lightroom и Lightroom Classic. У меня, как видите, все установлено, да. Ну, вернее, у вас будет точно такая же вот программная оболочка, да. Просто у вас будет в режиме установлено Photoshop, Lightroom, а все, что вот эти вот программы, которые в ваш пакет не входят, они будут находиться ниже, да. Ну, типа, не включено ваш план, но который вы можете докупить. Вот, ну, это уже немножко другая история. Ну, и вы можете Photoshop запускать как отсюда. Также у вас ярлык будет на рабочем столе, и вы прекрасно его можете запустить и с рабочего стола. Ну, на этом я урок свой завершаю. Надеюсь, вы найдете для себя, ну, самое подходящее для вас решение по установке программы Photoshop. Мы с вами уже дальше будем продолжать. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok